Ассамблея Русского мира А зачем мы ее проводим? Чем ее наполнить? Каким содержанием? Полебание было недолгим, правда, потом оно развеялось. И вот к третьей ассамблее мы подошли в таком состоянии, что в процессе подготовки даже порой удивляемся, как много интересных людей откликаются и хотят участвовать. И сами изъявляют желание в ней поучаствовать, принять участие, либо в круглых столах, например, просто состав нынешний, который будет представлен на круглых столах, меня, честно говоря, даже довольно удивил. Впрочем, я не буду долго в вступлении это зачитывать и говорить. Я предоставлю слово исполнительному директору фонда «Русский мир» Вячеславу Алексеевичу Никону. Фонд был создан указом президента Российской Федерации, которым был тогда Владимир Владимирович Путин в июне 2007 года. Хотя кажется, что с того времени действительно уже прошла целая эпоха. На самом деле всего два года с того момента, как фонд зарегистрировал, начал свою работу. Фонд – это некоммерческая организация, которая отличается от других некоммерческих организаций. Во-первых, тем, что мы единственные, кто создан указом президента. И во-вторых, нашими учредителями выступили два государственных учреждения. Это Министерство иностранных дел и Министерство образования. Одним из основных направлений деятельности фонда на протяжении последнего года, последних лет, стало создание так называемых русских центров. Центры – это ресурсные площадки для изучения России, русского языка, которые открываются в основном на базе крупнейших мировых университетов, где существуют программы изучения нашей страны, так или иначе. На прошлой ассамблее я докладывал о том, что фонд начал реализацию этой программы. И тогда мы открыли 10 русских центров. На сегодняшний день у нас открыто 40 таких центров по всему миру. И до конца года, как я надеюсь, будет открыто еще 6 или 7. Кроме того, фондом заключено в общей сложности, включая уже 40 открытых, более 100 договоров о создании таких центров в различных университетах. И мы надеемся реализовать эту программу полностью в течение 2010 и начала 2011 года. Таким образом, наша цель – иметь больше 100 центров русского мира на земном шаре в 2011 году. Фонд не является образовательным учреждением. У нас нет образовательной лицензии. Поэтому наша цель – поддерживать, стать таким центром притяжения всего нового, прогрессивного. И наша цель – отбирать, замечать, поддерживать инновационные методики, новые прогрессивные элементы, технологии. Все направления нашей деятельности тесно переплетены. Если, как вот Вячеслав Алексеевич мне предложил, коснуться образовательных программ, то, конечно, все наши образовательные программы связаны так или иначе с содействием продвижения, популяризации, сохранения русского языка и литературы. Внутри этого направления работы деятельности в фонде «Русский мир» мы, конечно, особое внимание уделяем детям. И программа направлена на то, чтобы дети за рубежом, дети из смешанных семей, как их называют, и чаще всего это билингвальные дети, дети граждан других стран, которые приходят в наши культурные центры, которые хотят и стремятся учить русский язык, чьи родители считают знание русского языка реальным конкурентным преимуществом для своего ребенка в будущем. Можно сказать, что один из подразделов наших образовательных программ это действительно проект для детей, наших соотечественников, проживающих за рубежом. В целом мы гордимся тем, что принимали участие в разработке более 15 методических обучающих программ. Имеется в виду и мультимедийные, компьютерные, вместе с лучшими коллективами высших учебно-образовательных учреждений. Это и Центр международного образования МГУ, и коллективы из Университета дружбы народов, и Санкт-Петербургский государственный университет. Есть и разработки совместные с авторскими коллективами из зарубежных образовательных учреждений. Культурная составляющая, конечно, присутствует в деятельности фонда. И любой семинар повышения квалификации, какой-то другой научно-методический семинар, симпозиум, безусловно, проходит совместно с Днем русского языка, с Днями культуры российской. Проводятся специальные круглые столы, посвященные как русскому языку, так и мы разрабатываем новый формат. Вернее, он разрабатывается сам по себе, исходя из вызовов времени и желаний наших русского зарубежья. Этот формат называется «Круглый стол. Русский мир в какой-то из стран». Русский мир в Австрии, русский мир в Испании. Когда собираются диаспоры, известные деятели культуры, наши грантополучатели, и рассказывают о том, как живет русский мир в той или иной стране. Спасибо вам за внимание и ждем вас на ассамблее 3 ноября, прямо с утра. Скажите, пожалуйста, какие сложности вообще возникали с открытием представительства? Вы знаете, открытие каждого представительства – это огромная сложность, потому что должно совпасть большое количество обстоятельств. Это желание университета, наличие людей, которые готовы активно работать. Дальше идет согласование содержания деятельности центра. Затем идет вопрос согласования СМЕД, проектных документаций, дизайна. Потом уже, собственно, создание этого центра. Затем доставки оборудования, книг, видео, таможня, открытия, церемонии. Это целая цепочка, которой надо проходить, чтобы решать проблемы. Ну, политика тоже порой вмешивается. Ряд наших центров так и не открылся по политическим мотивам. Некоторые уже сделанные мы не можем открыть, тоже из-за каких-то политических соображений. Ну, и, конечно, самая главная для меня проблема с открытием центром – это отсутствие времени и с очень большими расстояниями, которые постоянно приходится преодолевать. Скажите, а будут в ближайшее время какие-нибудь центры открываться на Кавказе? Мы на Южном Кавказе центры открыты. Существуют и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии. Я не спешу с открытием центра. Надо прояснить, чтобы прояснила ситуация, нам не нужно слишком большого внимания к нашему центру. Что касается Северного Кавказа, мы, как правило, не открываем центры внутри страны. У нас есть учебные центры для наших методистов, скажем, в Российском университете дружбы народов. Или мы сейчас планируем такой центр сделать в Институте Пушкина для иностранных студентов. Но на Северном Кавказе, вероятно, мы можем сделать исключение, например, для Чечни или Ингушетии. И на Южном Кавказе сейчас появилось еще два новых субъекта мировой политики. Это Южная Осетия и Абхазия. Там мы, безусловно, центры будем создавать. Спасибо большое.